В Урае появились 3D-город и 3D-квартира. Речь не о построенных объектах, а о новых технологиях, которые применяют для реабилитации инвалидов. Компьютерные тренажеры, очки виртуальной реальности, комплексный центр социального обслуживания приобрел на средства гранта конкурса социальных и культурных проектов Лукоила. Моя коллега Екатерина Кузьмина подробнее. Сегодня мы с тобой пройдем на тренажере «Жизнь в квартире». Выберем режим. Вот смотри, у нас есть обучение и экзамен. Ну так, как мы с тобой сейчас обучаемся, мы выбираем обучение. Наталья Гофман – посетитель отделения реабилитации и абилитации. Бытовым навыком девушка учится с помощью компьютерного тренажера. А закреплять знания будет уже на практике в специальной тренировочной квартире. Я научилась в этой программе здесь правильно застелать постель. Не знала то, что надо последовательно сделать. Не так, как ты хочешь, а как требуется, как надо. В этой посредневной жизни мы сделаем, как мы хотим. А надо хотя бы алгоритм движения знать надо. Пользоваться газовой плитой, заправлять кровать и готовить разные несложные блюда – все это кажется обыденным. Однако людям с ментальными нарушениями эти социально-бытовые навыки даются нелегко. Под наблюдением реабилитолога ребята используют очки виртуальной реальности и компьютерный тренажер. Специальные программы помогают адаптироваться дома и на улице. Как вести себя в магазине, как правильно реагировать, например, на нестандартные ситуации, встретив хулиганов или, например, собаку, как человек должен себя повести. Виртуальные очки выполняют не только обучающую, но и развлекательную функцию. С помощью VR-шлема можно, к примеру, погрузиться на дно океана, забраться на Эверест, побывать в космосе, посетить самые разные города мира. Нам этого очень не хватало. У нас сейчас появились большие развлечения. Я раньше никогда этого не видел. То есть там и видишь, что и как нужно делать в квартире, плюс ты видишь, как будто ты в других городах. Оборудование позволит специалистам работать с подопечными на новом уровне. После окончания курса ребята смогут с уверенностью использовать все, чему научились в самостоятельной, взрослой жизни. Екатерина Кузьмина, Александр Кашкин. Специально для новостей.